Это уже не просто студенты и преподаватели, это галантные дамы и кавалеры. Стать гостем бала науки в Сургу мог каждый, а вот выступить и показать свои танцевальные навыки довелось только тем, кто показал высокие научные достижения. В этом году чести удостоились 35 пар, соответствовало и музыкальное сопровождение. На вечере играл симфонический оркестр филармонии. Бал введен был в университете именно для того, чтобы в рамках воспитательных целей. Дело в том, что в России балы всегда прививали культуру, прививали традиции, прививали нематериальное культурное наследие страны. Вот, поэтому данный бал даже в рамках воспитательной цели и пропаганде науки в Югре является таким важным элементом. Среди изысканных дам и господ появились девушки в платьях по моде 40-х и юноши в военной форме. В год памяти и славы в честь 75-летия Победы театр пластики и пантомимы «Гротеск» показал зарисовки выпускной бал 1941-го и вальс Победы. Никита Усенков выступал на балу уже в четвертый раз. Готовился тщательно, репетировал с хореографом в университете. Было непросто, но главное, все получилось. В этот вечер вальс сменял полькой, полонез уступал место мазурки и старинному минуэту. Чего только не сделаешь ради науки. Чтобы попасть на данное мероприятие, у нас каждый год проходят различные научные конференции, на которых выступают студенты, преподаватели и так далее. И за наши, грубо говоря, научные достижения мы имеем честь присутствовать приглашенными на данном мероприятии. Я выступал на своем втором курсе, на Настинской конференции, на третьем курсе и участвовал буквально недавно в сентябре на конференции наука и инновации. Не пропустили события и король и королева балла 2019 года. Признались, что расставаться с титулом хотелось не очень. Так случилось, что я закончил обучение и устроился на работу к нам в университет. И, наверное, это тоже сыграло свою роль, потому что у нас в отделе экс-король, а он мой коллега. Вот, наверное, какую-то роль сыграло. Это приемство. Да. А, ну, мне довелось стать председателем по науке в своем институте. И, как бы, ну, вот тоже это немного помогло. Студентов приветствовал ректор Сургу Сергей Косинок. В своем выступлении он подчеркнул, что молодые ученые – это кадровый и интеллектуальный резерв как самой науки, так и всего общества. Для нас и для каждого из вас, уважаемые универсанты праздника, мы собрались на танцевальный вечер, чтобы насладиться идеалом красоты, добра и творчества. Посмотрите, как причают прекрасные участники балла. После танцев, по доброй традиции, ректор исполнял желания студентов. Звучали мечты об участии в следующем балу, 40 футболок Институту экономики и управления, но парковка для студентов оказалась самым заветным желанием. Появилась своя парковка. Ректорат весь находится в зале. Я думаю, сейчас они уже думают, как это рядом возле вуза определить такую парковку, да? Есть предложение уже? Хорошо. В завершении вечера прошел традиционный конкурс «Король и королева балла». В этот раз обладателями заветного титула стали студент Института естественных и технических наук Вадим Бекчев и студентка Института экономики и управления Диана Вильданова. Елена Монатиди, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Дамы и господа! Елена Монатиди, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости.